В Новомихайловском восстанавливают энергосистемы и коммуникации. Вода и свет уже есть во всех домах. 100 миллионов рублей за утопленников в край начались выплаты владельцам автомобилей, пострадавших от крымского наводнения. Креативный вид отдыха вместо кресла – пледы. В Краснодаре показывают кино на траве. Он не мифический, а вполне реальный. Найденный на берегу Азовского моря скелет единорога, показали ученые. Ремонтные бригады полностью восстановили водоснабжение во всех пострадавших от подтопления в населенных пунктах Туапсинского района. Как сообщает Краевой МЧС, всего подключили 1200 домов, в которых проживает более 10 тысяч потребителей. Завершили ремонтные работы и энергетики. На данную минуту они подключили к сети все дома в зоне ЧС. Спасатели и коммунальщики расчистили 20 километров дорог и вывезли более 900 тонн мусора. В Новомихайловске продолжают пребывать волонтеры. Сегодня их стало больше на 600 человек. Добровольцы помогают местным жителям чистить дома и раздают гуманитарную помощь. Пункт социальной помощи находится на территории Новомихайловского храма Андрея Первозванного. Там проходит акция «Вторые руки». Волонтеры раздают пострадавшим одежду, обувь, средства личной гигиены, спальные принадлежности, игрушки. Все вещи проходят специальную санитарную обработку. В детском центре «Орленок» медики госпитализировали 15 детей. Ночью они стали жаловаться на тошноту, головную боль и общее недомогание. Врачи провели обследование и поставили предварительный диагноз – острая респираторная инфекция с кишечным синдромом. Сейчас состояние четверых. Ребят оценивают как средне-тяжелое. У остальных болезнь протекает в легкой форме. Я ночью, когда вечером встала, у меня сначала очень сильно болела голова, потом меня стошнило. У меня еще начало горло болеть, у меня голоса хрип немножко. С утра мне там таблеток всяких дали и положили сюда. Начало тошнить, но меня не вырвало, просто легла. Ну и целую ночь так ворочалась, потому что был насморок, не могла заснуть. Потом проснулась, у меня голос сел, вот как сейчас, видите. И поднялась резкая температура. Данное заболевание связано с поездками, однодневными, однократными поездками детей в город Краснодар. В одну из таких поездок мы предполагаем, что дети могли получить какое-либо инфекционное заболевание. В лагере сегодня работают сотрудники Роспотребнадзора. Они проводят профилактику пищеблоков, проверяют всех детей Орленка на наличие инфекции и пытаются установить точную причину заражения. Мы проводим обследование, отбор проб пищи, воды, обследование персонала, пищеблока, непосредственно воспитателей для того, чтобы поискать источник этого заболевания. Сейчас все заболевшие дети находятся в медицинском корпусе детского центра Орленок. Более 200 пострадавших при наводнении в Туапсинском районе уже получили компенсации в размере 10 тысяч рублей. Как нам рассказали в пресс-центре штаба по ликвидации ЧЭС в поселке Новомихайловском, в список выплат внесли более 2300 человек. А сегодня появился еще один список людей, которые получат компенсации в размере 150 тысяч рублей. В этот документ внесено 1033 фамилии. Это те, кто потерял имущество. Средства перечисляют через Сбербанк на персональные счета. Финансисты открывают их без участия пострадавших. В Новомихайловском сейчас работают мобильные офисы банка. В каждом из них есть банкомат и работает кассир. Также деньги можно получить в любом отделении банка в Туапсе. А краснодарцы собирают книги для библиотек поселка Новомихайловский. Сегодня в столице края началась благотворительная акция в четырех библиотеках имени Некрасова, Островского, Маяковского и Маршака. По итогам субботы жители Краснодара принесли более 2500 книг. В основном это классика. Поделились краснодарцы и подарочными изданиями. Библиотекари будут принимать книги завтра. Все собрано они отвезут в поселок Новомихайловский в понедельник. Напомню, во время стихийного бедствия вода затопила центральную и детскую библиотеки. Серьезно пострадали помещения. Но самое главное, полностью уничтожены книги. Более 40 тысяч изданий. С предложением помочь библиотекам к жителям Кубани обратился благотворительный фонд «Цветик-семицветик». В преддверии нового учебного года особо необходима научная, художественная и познавательная литература. Жители Кубани, чьи автомобили пострадали во время наводнения, в июле начали получать компенсации. Как заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Александр Ремесков, выплаты производят по спискам, которые составили в региональном оперативном штабе по заявлениям автовладельцев. Их поступило более 3,5 тысяч. Еще месяц назад парламент страны обратился к российским страховщикам с просьбой найти средства для компенсации расходов на восстановление автомобилей-утопленников. В итоге в фонд помощи пострадавшим на расчетный счет Красного Креста поступил благотворительный взнос в 100 миллионов рублей. Тем составом, который сегодня работает... Сегодня в поселок Афибский приехал онкопатруль. Здание местного Дома культуры на день превратилось в высокотехнологичный диагностический центр. Для приема и консультации в Северский район приехали более 70 врачей из Краснодара. Это онкоспециалисты всех направленностей. Дерматологи, пульмонологи, хирурги, урологи, мамологи и даже психологи. Возможность пройти людям, краевых специалистов в один день, она уникальна на самом деле. И поэтому мы сегодня видим большую явку людей. Они очень благодарны. Количество людей, пришедших на прием, удивило даже врачей. Еще за два часа до официального открытия у дверей Дома культуры выстроилась огромная очередь. Онкологи начали работу раньше, и уже за первый час осмотр прошли более 500 человек. Очень удобно, и свободно, и хорошо, и быстро, и УЗИ все прошли. Спасибо. Это, конечно, намного облегчает людям возможность пройти и узнать результаты своих заболеваний. Каждый пришедший получил возможность пройти не одного, а нескольких специалистов. Те, у кого обнаружили заболевание, получили направление в краевой онкодиспансер, где смогут продолжить лечение. Девятый канал и фонд «Цветик-семицветик» продолжает благотворительную акцию «Вместе поможем детям». Родители тяжелобольных детей обладают немалым терпением, мужеством и упорством. Ради своей цели поставить ребенка на ноги, мамы и папы готовы перепробовать все способы лечения. Безусловно, большую часть расходов берет на себя государство. Но каждая семья знает – незапланированные траты неминуемы. Помочь малышам обрести здоровье может каждый из нас. Екатерина Катеева познакомилась с семьей Акима Лесниченко. Мальчик живет в Ейске, и уже два с половиной года его мама доказывает – ДЦП не приговор. Упражнения на мяче, массаж, гимнастика по 3-4 часа в день. Ирина скурпулезно помогает сыну управлять нервной системой. Каждое самостоятельное движение – серьезное достижение для всей семьи. Переставляй ручки. Давай, переставляй. Ползи. Ползи, ползи. Вот, молодец, давай. Так стараются вылечить детский церебральный паралич. Акиму точный диагноз поставили через год после рождения. О том, что с мальчиком что-то не так, сестра Валерия почувствовала еще раньше. У моей подружки родился тоже вот, как он, мальчик, братик. Но у нее родился он в апреле, и когда уже был август, Акиму было 6 месяцев. Почему-то у нее вот братик сидел, а у нас нет. Я сильно расстроилась. Болезнь дала осложнение и на психику мальчика. Сейчас он отстает от сверстников в развитии на полгода. Но в этой семье знают – если не опускать руки, можно добиться колоссальных результатов. Сегодня родители снимают квартиру в Ейске. Таким деткам купание в морской воде помогает быстрее восстановить здоровье. Укалывание, массажи, всякие грязи, ванны. В начале этого года Аким прошел реабилитационный курс в Московской психонерологической больнице. После этого мальчик произнес первые слова. Врачи рекомендовали повторный курс в сентябре. Лечение будет бесплатным. Семье необходимо было собрать деньги на проезд и проживание Ирины в столице. В июле этого года на очередном совете правления фонда акции «Цветик-семицветик» семье помогли и выделили 100 тысяч рублей. Спасибо всем за такую помощь. Без этого мы бы, наверное, не справились. Меня расстраивает то, что когда мы ходим на море, дети некоторые бегают и тыщут пальцем. И спрашивают маму, почему мальчик этот не ходит. А я смотрю на них и думаю про себя. Вот повезло тем людям, у которых дети здоровы. А так, у кого дети больные, ну надо хотя бы надеяться, чтобы они тоже были здоровыми. У нас у каждого сны. У Леры, у меня, у мужа. Всем снится, что и у бабушек, и у дедушек. Все мечтают, это всех мечта, чтобы Аким наконец-то побежал. По словам врачей Акима, если с таким же упорством продолжать реабилитацию, то мальчик может научиться ходить. Но помимо усилий родителей и медиков необходимо дорогостоящее лечение. Помочь Акиму может каждый из нас. Нужно лишь отправить смс-сообщение с цифрами 777 на короткий номер 3150. И ваша небольшая поддержка сотворит чудо не только для этой семьи, но и для сотен других родителей, воспитывающих тяжело больных детей. Екатерина Катеева, Михаил Власенко, 9 канал, ЕИСК. В эти минуты по центру Краснодара едут около тысячи велосипедистов. Сегодня в городе проходит массовый велопробег. Он посвящен Дню российского флага. Старт был дан на Театральной площади. За час до начала регистрации около здания мэрии собралось несколько сотен участников. Те, у кого нет собственного байка, но есть навыки управления, также могли принять участие. Велосипеды сдавали в аренду. Пробег охватывает почти весь центр города. От Театральной площади спортсмены направились на улицу Кубана-Набережную, а оттуда на Красную, в сквер Жуково. Мне сказал друг, что здесь проходят какие-то соревнования. Я решил приехать, поучаствовать. А какие призы, я даже не знаю. Этот пробег хоть и не является соревнованием, но первому пришедшему на финиш будет вручен приз – спортивный велосипед. Побороться за такую награду сегодня решили не только жители города, но и служащие. Сотрудники полиции сменили форму на спортивный костюм. Во-первых, буду я принимать участие, как один из организаторов. Ну и руководство управления планировался, и начальник управления, и сотрудники. Есть здесь сотрудники дорожно-патрульной службы, которые приехали на своих велосипедах, и сотрудники патрульно-постовой. Ряд участковых приехали, свободные, которые не находятся ни на службе. Поэтому где-то порядка 50-70 сотрудников полиции сегодня приняли участие в этом велопробеге. По расчетам организаторов, велопробег должен продлиться около часа. И можно сказать, что в эти минуты участники уже приближаются к финишу. Это далеко не все факты. Вот еще о чем мы сегодня расскажем. Дедушкин УАЗик обожают внуки и уважают экстремалы. От заводского автомобиля остались лишь документы и передняя рама. Он не мифический, а вполне реальный. Найденный на берегу Азовского моря скелет единорога, показали ученые. Креативный вид отдыха. Вместо кресла-пледы в Краснодаре показывают кино на траве. Об этом и не только сразу после короткой рекламы. Палеонтологическую сенсацию сегодня представили миру российские ученые. В Ростовской области собрали скелет единорога. Останки этого доисторического животного были обнаружены на Таманском полуострове на берегу Азовского моря. Уникальный экспонат показали в музее города Азова. Скелет кавказского элосматерия прямо сейчас есть возможность увидеть и у зрителей 9 канала. Единорог это или древний носорог? Палеонтологи до сих пор спорят, но сходятся в одном. Родина этого загадочного животного – территория современной Кубани. Кавказский элосматерий обитал на Тамане примерно полтора миллиона лет назад. Сохранность костей очень плохая. Лежали они в очень невыгодных условиях. И поэтому огромный труд ушел на то, чтобы эти кости привести в порядок. То есть так, чтобы мы их потом смогли смонтировать. На раскопки ушло 8 месяцев. Чтобы собрать один скелет древнего животного, специалистам понадобились останки 7 элосматериев. Смонтировать Азовский экспонат было не так просто. Огромные кости каркас укрепил Александр Захаров. Он выполнил в прямом смысле ювелирную работу гигантского размера. Одно неверное нажатие и уникальная находка могла рассыпаться. Чтобы единорог встал на ноги, понадобилось 2 месяца. Подержаться за кость, которой полтора миллиона лет, это чего-то стоит. Единороги были крупными травоядными. Они достигали 2,5 метров в высоту и 6 в длину. Некоторые особи весили до 5 тонн. О том, каким был единственный рог у кавказского элосматерия, точно неизвестно. Он не дошел до наших дней, потому что имел структуру, напоминающую волосы. В вечной мерзлоте рог сохранился бы, но не на юге России. Доисторическому животному он помогал защищаться от хищников, таких как саблезубый тигр. Также использовался этот рог для того, чтобы рыть снег, ледники и добывать оттуда корм, который оставался в хилишаньке. По территории современной Тамани много веков назад пролегали пути миграции животных. Поэтому на полуострове палеонтологи постоянно находят останки древних жирафов, диких лошадей и мастодонтов. В Краснодарском музее имени Фелицина хранится чуть ли не единственный в стране череп фонагорийского слона. А вот скелет единорога, собранный в Ростовской области, будет единственным на планете. В экспозициях других музеев по всему миру есть лишь отдельные фрагменты Кавказского элосматерия. Евгений Вольский, Игорь Хошобин, 9 канал, Ростовская область. Принять участие в карнавале не хуже бразильского, попробовать экзотические блюда и даже вступить в брак без штампа в паспорте можно сегодня в Геленджике. Там проходит день города, визитная карточка которого – карнавал. Увидеть шоу пришли тысячи гостей. Для тех, кто на отдых приехал парами, сегодня работает мобильный ЗАГС. Здесь можно заключить брак и даже получить сертификат, правда, юридической силы этот документ не имеет. Однако необычная услуга сразу же стала очень популярной у туристов. Мы решили хотя бы пожениться. А вы отдохнули, решили пожениться. Город супер. С самого утра в городе работает ярмарка-кухонь. Здесь можно попробовать тысячи различных блюд и погрузиться в историю. В Куренях с точностью до мелочей восстановлен казачий быт. Увидеть можно настоящую кузницу и гончарный круг. В этом году 181 год городу-курорту Геленджик. И мы видим, как за эти годы Геленджик преобразился. Каждый год мы стараемся чем-то радовать наших геленджичан, и в том числе гостей курорта. И со своей стороны мы благоустраиваем в первую очередь инфраструктуру, пляжные территории, строим гостиницы, отели, места показа, развлечений. В празднике участвовали все желающие. К примеру, многие семьи побывали на конкурсе детских рисунков. Их главными темами стали здоровый образ жизни и Олимпиада в Сочи. Любимый город Геленджик, с полтинной славе он привык. Праздник продолжается. Сегодня пройдет концерт с участием известных сатириков и молодых исполнителей. С днем рождения Геленджик также поздравят испанская поп-группа «Бакара» и российская фабрика. Шоу завершится праздничным фейерверком. А в Крымске и Геленджике скоро начнут восстанавливать разрушенные наводнением кинотеатры. Свою помощь предложили Госфильмофонд и Союз кинематографистов России. Делегация приехала в Крымск на встречи с жителями города. Деятели кино и представители Министерства культуры края подписали договор о сотрудничестве. Московские специалисты помогут сделать ремонт в поврежденных кинотеатрах и установят там современную проекционную технику. После встречи для жителей города прошел небольшой концерт. Хоть нас и немного, поскольку все-таки лето, но я думаю, что концерт вам понравится в составе делегации нашей известной актеры кино. Концерт был посвящен Дню российского кино, который страна отметит в понедельник. На сцену вышли народные артисты России Лариса Лужина, Евгений Меньшов и другие актеры. Кино на траве смотрят сейчас гости и жители Краснодара. В парке «Солнечный остров» на большом экране показывают комедию «Восемь первых свиданий». Сеанс бесплатный. А накануне необычный показ прошел в Чистяковской роще. Любой желающий мог посмотреть фильм «Королевство полной луны» американского режиссера Уэса Андерсона. Днем для гостей играла музыка, многие взяли с собой пледы и легкие закуски. Посмотреть кино на свежем воздухе пришли более ста человек. Хорошее мероприятие, побольше будет таких. Узнал из интернета. Да это же отлично! Вы посмотрите, сколько народу, да. Ну, громковато. Мы гуляли в парке с семьей, поэтому мимо прошли, мы видим такое мероприятие, хотели посмотреть. Кино под открытым небом организаторы называют креативным видом отдыха и планируют устроить подобные показы в нескольких пригородных поселках Краснодара. Сегодня Краснодар окутали звуки саксофона. Сразу на трех концертных площадках играют известные джазовые коллективы. Это выступление проходит в рамках подготовки к международному фестивалю в Коктебеле. Среди гостей кубанской столицы именитые музыканты. Один из коллективов – это ростовский квартет имени Филиппова. Джазовые концерты в различных ресторанах и клубах края будут проходить еще два дня. После этого музыканты отправятся на международный фестиваль, который пройдет на Украине. Возраст экстриму не помеха. В 60 лет пенсионер из Мостовского района покоряет горы на внедорожниках, которые собирает сам. Анатолий Тарасов начинает экспедицию, его штурманы – маленькие внуки. Затем, как семья Тарасовых собиралась с дорогу, наблюдала Юлия Кишинева. От заводского УАЗа остались лишь документы и передняя рама. Больше года Анатолий Тарасов придумывал, сваривал, закручивал и красил. Теперь в горах пенсионер на стареньком УАЗике легко обгоняет молодых водителей на внедорожниках. Сил особенных уже нет, но у меня оптимизма много, понимаете. Я по жизни, всю жизнь увлекаюсь этим делом. Автомобили, мотоциклы. То есть я технику люблю и немножко экстрима. Всегда рядом верный помощник, внук Клим. Пронеси 17, 19 и 22 ключи. Эта машина создана не для асфальта. Анатолий Владимирович поставил колеса по 33 дюйма, а кузов поднял на 10 сантиметров. Получился УАЗ повышенной проходимости. Там, где буксуют серийные машины, внедорожник Тарасова едва сбавляет скорость. Доказано ни одной экспедиции. Два УАЗа, которые переделал конструктор, уже покорили горы Плато-Бамбаки, Конские поляны. Когда все трупы мостовского района будут изъезжены, говорит Анатолий Владимирович, их семейная группа пойдет дальше по карте. Крутые склоны и сложные дороги в семье Тарасовых не пугают даже малышей. Внуков пенсионер-конструктор всегда берет с собой. Говорит, кто-то из них обязательно продолжит дело. Специально для них Анатолий Владимирович собрал баги. Двигатель от мотоблока, подвеска от мотороллера, сидение восьмерки, руль и заки. Корпус сварил из водопроводной трубы. У меня один друг, он на скутере ездит. Он сначала одно время был самым крутым. Потому что в 10 лет и на скутере он считался. Но теперь я ему как бы утер нос. Завтра пенсионер с внуками отправится в очередную экспедицию. Собираться помогает жена. Такое экстремальное увлечение одобряет, но каждый раз боится за мужа. Здоровье уже не то. Сначала спокойно, а потом уже когда время подходит, нету. Попереживала, смотрю, вернулись. Счастливые, усталые и больные еще вдобавок. Младшие внуки облепили машину. Но место в ней найдется только старшему. Путь предстоит не из легких. Цель завтрашней экспедиции опробовать новую дорогу. На этом оазе Семя Тарасовых поднимется в гору на высоту 1600 метров. Как поведет себя машина пока неизвестно. Но до этого дня, говорит хозяин, модифицированный оаз еще ни разу не подводил. Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов, 9 канал, Мостовской район. Футбольный клуб «Краснодар» завтра встретится с соседом по турнирной таблице. Подопечные слова Люба Муслина в Перми сыграют с Амкаром. Обе команды имеют в своем активе по 7 очков и находятся в середине таблицы. Победитель этой встречи имеет хорошие шансы переместиться в группу лидеров. От третьего места команда отделяет всего 3 очка. В прошлом сезоне соперники провели между собой 4 матча. В двух из них горожане победили и одну встречу свели в ничью. Завтрашняя игра в Перми начнется в 14 часов. А футбольная Кубань усилилась капитаном сборной Болгарии. Сегодня штаб «Желто-зеленых» договорился с турецким клубом «Газиантеп Спор» о переходе Эвелина Попова. 24-летний атакующий полузащитник выступает за сборную Болгарии. С 2007 года он стал самым молодым капитаном за всю историю своей национальной команды. Футболист уже приехал в Краснодар. Сегодня после медосмотра он подписал трехлетний контракт с «Желто-зелеными». Скорее всего в Кубани Эвелин Попов будет играть на позиции плеймейкера. Завершит выпуск прогноз погоды. Напомню, смотреть и читать новости края можно и на нашем сайте. А с корреспондентами канала можно пообщаться в социальных сетях. У меня на этом все. Хороших выходных. До встречи на девятом. Генеральный спонсор прогноза погоды «Кангаро» — это крупнейший в Южной Корее производитель автохимии и автокосметики. Продолжение следует... Генеральный спонсор прогноза погоды «Кангаро» — это крупнейший в Южной Корее Поехали. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»